Семилетний Тимофей Барсуков родился раньше срока. Врачи сразу дали понять родителям, что у ребенка будут серьезные проблемы со здоровьем. У мальчика обнаружили недоразвитость легких и мозга. Но поначалу, словам медиков, в семье никто не верил. То есть, как и многие мамы, стращали жуткими прогнозами. Но вы верили прогнозам врачей или все-таки вы для себя сразу что-то определили? Нет, конечно, не верили. Никто не верит. Лежит маленький малыш, такой же, как у всех. Поэтому до года, конечно, не верилось, что все будет не так, как у всех. То, что проблемы все-таки будут, родители поняли, когда ребенок так не сел и не пополз. У Тимофея была сильная гидроцефалия, впоследствии она погубила клетки мозга. Итог – тяжелая форма ДЦП и установка шунта, без которого мальчик не может жить. Ну, изначально нам поставили шунт, у него в голове стоит шунтирующее устройство, то есть, без которого он не может существовать. То есть, он искусственно отводит жидкость из головы, потому что природное погибло вещество. Вот. То есть, вот отсюда началось, у нас было 11 операций. То есть, у нас не столько мы физически реабилитируемся, сколько больше пытаемся поддерживать жизнь. Вот. Как бы оперируя ребенка, тем самым давая возможность им развиваться дальше. Вот у нас вот здесь препарат, наше шунтирующее устройство. Вот у нас тут шамик. Вот кнопочка. Тут помпа стоит, которая ее при необходимости врачи прокачивает. Вот. Дальше пошел шнурочек такой. Сейчас я подниму и покажу. Ну, то есть, вот он идет. Сгибается тут где-то вот. Вот. Сейчас он вот до суда, до паха. То есть, раньше он был вот до суда. С годами его удлиняли, меняли, то есть, по мере роста. Ребенок развивался. Массаж, физические упражнения, занятия с логопедом, психологом. Все это давало хорошие результаты. До того момента, пока у мальчика год назад не началась эпилепсия. Она отмотала назад все достижения в развитии, которые были достигнуты за 7 лет. У нас бесконечные эпилептические приступы и во сне, и в дневное время суток. Пока у ребенка эпилепсия, говорить о его выздоровлении не приходится. Но основная проблема в том, что медики не могут подобрать правильную методику лечения. Противосудорожные препараты не помогают. Их эффект длится не более двух месяцев. А затем приступы возвращаются. Эпилепсия по результатам эго-мониторинга, проведенные в нашем городе, она в левой затылочной области, как раз где стоит шунт. То есть нам нужно сделать обширное обследование, чтобы выявить, он ли дает эти неправильные разряды, либо другую причину. Такое обследование проводят в больнице в Москве. Длится оно две недели и стоит порядка 200 тысяч рублей. С доходом в 30 тысяч рублей в месяц семья Барсуковых не может позволить себе оплатить такую сумму. И поэтому просит помощи. Ребенок достаточно перспективный. Он разговаривает, пытается ходить за ручку. Наша эпилепсия просто не дает ничего этого делать. Мы очень просим помочь нам собрать денежки на обследование в Солнцево, чтобы выявить нашу форму эпилепсии, подобрать правильные противосудорожные препараты, которые дадут возможность ребенку в этой жизни нормально развиваться. Если вы хотите помочь родителям Тимофея остановить приступы эпилепсии, которые мешают ребенку развиваться, сделать это можно, позвонив маме мальчика по телефону 8-927-793-9373. Дина Барсукова.